Всем привет! Вы на канале Какаши Бузы. Меня зовут Олег Киселёв. Сегодня я вам расскажу о книжке Алексея Юрчака. Это было навсегда, пока не закончилось. Последнее советское поколение. Книжка очень интересная. Она была издана 15 лет назад на английском языке в 2006 году. Первое русское издание было в 2014 году, то есть уже прошло лет 5. У меня в руках четвертое издание 2019 года. Буквально мне дали на две недельки. Я ее быстро прочитал и решил быстро вам рассказать о том, что же тут есть и стоит ли ее читать. Итак, книжка о последнем советском поколении для Юрчака это 60-е, 80-е года. Опять-таки, можно спорить с ним, можно не спорить, но вот в его книжке он считает, что 60-е, 80-е это поздний советский период. Причем, что перестройка в этот период не входит. То есть, почему? Потому что перестройка это достаточно отдельный этап в истории Советского Союза, скажем так. И в том контексте, которым он рассматривает, Юрчак рассматривает Советский Союз, опять-таки, перестройка очень отличается. И поэтому, собственно говоря, и он ее не рассматривает, он определяет перестройке только часть своего заключения. Собственно, заключение у него и предстает, вот как первая часть он пересказывает, собственно говоря, всю книжку, о чем была книга, и потом показывает, какие же потом изменения происходят во время перестройки. Собственно говоря, с чего начинает Юрчак? Он начинает с вопроса о том, почему же Советский Союз распался. Ну, то есть, вот его название, это было навсегда, пока не закончилось. Последнее поколение до фактически перестройки, во время даже, может, перестройки всегда считало, что Советский Союз, он надолго. Вот. Но как только он распался, люди, очень многие люди начали говорить, что, ну, как бы, да, вроде к этому и шло. Вот. И Юрчак ставит себе задачу показать, что же такое происходило в Советском Союзе, что он распался. Он говорит или пишет не о причинах, а об условиях. Почему? Условиях, которые привели к распаду Советского Союза. В педагогическом плане очень интересно, что Юрчак отказывается от бинарности, от противопоставления государства, общества, активисты, диссиденты, конформизм, нонконформизм. Он считает, что такие бинарности, они плохо, на самом деле, объясняют поведение советских людей. Вместо этого он использует такие понятия, как гипернормализация, перформативный сдвиг, авторитетный язык и вненаходность. Последние два понятия, авторитетный язык и вненаходность, Юрчак заимствует у Бахтина. И именно вненаходность позволяет ему объяснить ситуацию, в которой пребывали советские люди. То есть, с одной стороны, они вроде бы как и принимали коммунизм как идею, а с другой стороны, они, возможно, формально принимали участие в советских обрядах, имеется в виду комсомольские партсобрания или голосования, или вообще не принимали в них участие. Что интересно в книге, это о том, что в ней соединены теория и фактаж. Причем фактаж достаточно очень интересный. Юрчак сам пишет о том, что в начале 90-х он давал объявление, если я не ошибаюсь, в газете, о том, что вот он хочет собрать материал о жизни в Советском Союзе. Имеется в виду, он собирал дневники, письма, какие-то свидетельства, которые свидетельства того времени. Ну и, конечно же, он брал интервью, брал в 90-х, брал в 2000-х. И, собственно говоря, очень интересно, вот этот фактаж очень интересный, но также интересно, как он его интерпретирует. Это не просто, вот он говорит, было так и так. Нет, он как раз объясняет это вот в тех понятиях, о которых я говорил. Гиперморализация, перформативный сдвиг и так далее. Вот, ну что же там, что же там в фактаже, может быть, кого-то можно заинтересовать именно конкретно фактажом, о чем он пишет. Он пишет о комсомольских работниках, комсоргах, о музыке, о джазе, о западном роке, о разных тусовках, причем иногда это очень маргинальные тусовки, иногда не очень, о медьках он пишет. Это вот как пример тусовки. О пионерских кружках ленинградских, которые потом, как выяснилось, очень влияли на поколение детей, которые ходили в эти кружки и которые формировали определенный тоже круг общения. Собственно, в этом контексте он пишет о своих, кто такие свои были для... Это один из примеров, скажем так. И как раз кружки тоже в контексте вне находности, то есть когда люди уходили в какие-то походы и довольно свободно обсуждали практически любые темы, без всякой цензуры. Что мне больше всего понравилось в этой книге, это разборы геологического языка, который мы учили в высшей партийной школе. То есть, например, Юрчак берет одну из передовых статей в газете «Правда» и просто ее разбирает, показывает, какие конструкции там используются. И одной из особенностей этого языка является замена глаголов на имя существительное. И он говорит, что это очень влияет на восприятие. То есть, таким образом язык становится... Точнее, конструкция становится такой, что мы не можем поставить ее под сомнение. Она как бы преподносится уже информация в таких предложениях, бессуществительных, когда это само собой. Всем известно, что вот такие вещи, и к ним нельзя поставить простые вопросы. Их нельзя поставить напрямую, их нельзя поставить вообще под сомнение. Также интересно, что вот этот авторитетный язык, кондовый язык, или еще как-то он назывался, он начал развиваться после смерти Сталина. Сам Сталин на самом деле тоже очень влиял на идеологический и авторитетный язык, но он влиял... Я не помню уже, как Юрчак конкретно его называют. Ну, я для себя как мета-субъект. Он формировал этот язык, он объяснял, почему нужно говорить так, а не иначе. И эти объяснения не были публичные, он это отпечатывал в газете «Правда». Например, когда обсуждали новую редакцию Конституции СССР, Сталин отвечал, я не знаю, это были действительно вопросы из писем читателей, или это были придуманные вопросы партийцами. Вот, ну а собственно говоря, Сталин объяснял, почему в контексте Конституции используются те или иные формулы, да, те или иные определения. Вот, и это касалось не только Конституции, Сталин так вот правил какие-то там учебники по истории чего-то там, да, истории партии, так же самое. Вот, и это было все очень публично, и он объяснял, что происходит. После смерти Сталина, что происходит, все мы знаем, происходит десталинизация политика Хрущева, и эта политика привела к тому, что никто роль вот этого мета-субъекта, который занимался Сталин, уже не мог занять. И как результат происходит процесс гипернормализации языка. То есть что такое гипернормализация? Это все интуитивно понимали, как лучше это сделать. А лучше на самом деле сделать, это скопировать те фразы, те клише, которые уже существовали. И максимально. И таким образом вот это вот копирование языка, фраз и клише, они привели к деавторизации текста. То есть в принципе нет никакой разницы, что там выступление написал Камсорг в Киеве или на Камчатке. Они использовали один и тот же самый язык. Какой язык? Они как бы брали фразы из газеты «Правда», например, и на основе этого строили из этих фраз свои выступления. И опять-таки те же самые передовые статьи в газете «Правда», они писались коллективно, коллективно авторов из ЦК, и, собственно говоря, они никогда не подписывались. То есть в принципе реальных авторов мы не знаем. Опять-таки у Юрчака там очень подробнее эти все вещи описаны. И вот это вот мне показалось достаточно интересным. Мне интересно, конечно, и рок был прочитать про рок или про джаз, но вот в такой, в концептуальном плане, наверное, это более интересно. И как раз один из моментов, который характеризует перестройку, это то, что Горбачев отказывается от вот этого авторитетного языка. Он отказывается от этих клише. Он отказывается повторять то, что повторяли в течение 30 лет или 25 лет. И он не дает ответы, не говорит тезисами, которые нельзя поставить под сомнение. А он сам начинает ставить под сомнение. Он задает вопросы и начинает говорить, что на эти вопросы может ответить не партия, а должны ответить специалисты по тому или иному вопросу. И тем самым Горбачев, по мнению Юрчака, Горбачев добился того, что добился делегитимизации партии. То есть партийный язык был всегда языком правды, языком истины. Хотя, опять-таки, у Юрчака правда истина, он там обыгрывает этот момент, разница между правдой истины. Но с приходом Горбачева этот язык теряет свою силу, авторитетный язык партии. И, собственно говоря, вместе с этим и теряет партия свою власть, скажем так. И поэтому это одно из условий распада Советского Союза. Опять-таки, о последствиях этой книжки. Ну вот в контексте языка я вижу, как это можно использовать при анализе научных текстов, потому что научные тексты они также использовали, частично использовали этот авторитетный язык. И речь идет не только об этих этикетных, скажем так, цитировании последних решений какого-нибудь съезда или речи генсека, но в научном атеизме очень часто использовались какие-то, может быть, не всегда это партийные клише были, но клише использовались. И тем самым вот научный язык, он тоже становился безличностным таким. И, собственно говоря, получается, что на любую проблему, любую проблему, которую рассматривали научные атеисты, статья или раздел монографии, они были написаны вне зависимости от того, кто это написал. То есть на самом деле методология была известна, методология построения, в том числе текста. Фактаж был ограниченный, на самом деле, потому что это были журнал Московской патриархии или Братский вестник или материалы социологических исследований, к которым у всех одинаково был доступ, у исследователей. И выводы опять-таки, что должно быть раскрыто в статье, и каким выводом должен прийти автор, они также были известны заранее. Поэтому вот анализ Юрчака авторитетного языка партии для меня лично важен, потому что я вижу, как его можно перенести на анализ текстов научных атеистов. Но опять-таки, я не хотел бы, чтобы вы думали, что ой, там все так заумно. Да, там есть места, которые обычному обывателю, скажем так, покажутся непонятными, наверное. Особенно первый раздел методологический, где он объясняет все эти теории, как он использует, почему он использует, вспоминает там, кому принадлежат эти идеи и так далее. Но на самом деле книга полна фактажа. Иногда иногда, да, конечно же, он этот весь фактаж потом интерпретирует сквозь эти понятия, но тем не менее этот фактаж тоже будет интересен. Будет интересно, что с одной стороны комсорги в своих выступлениях обязаны были, наверное, клеймить западную рок-музыку, но в то же самое время они сами коллекционировали эти пластинки, рок-пластинки, да. И ну опять-таки это пример, Юрчак, между прочим, пишет, оговаривается, что все его примеры возможно не являются репрезентативными, да. Вот. Но тем не менее может быть и не репрезентативные, но были такие комсорги, которые с одной стороны говорили о притворном влиянии Запада на своих выступлениях, но в то же самое время слушали рок-музыку и не считали, да, что это есть какие-то противоречия между тем, что они говорят на собраниях и тем, что они слушают и коллекционируют пластинки западной рок-музыки. Всю книжку, естественно, невозможно пересказать, это больше 500 страниц, весь фактаж тоже не можно пересказать. В завершение хочу сказать, что вот книга Юрчака на самом деле это то, что я прочитал в этом году точно, а может быть и за последние два года это наиболее такая сильная книга, которую я прочитал. Опять-таки, ну, возможно, немножко сложно сравнивать, да, книги из разных жанров, я очень много сейчас книг прочитал про память, социальную, коллективную память, историческую память и сравнивать, там, из разных жанров и так далее, но тем не менее, вот как она читается, да, и соотношение теории и фактажа, мне эта книга, наверное, наиболее понравилась из тех, которые прочитал за последние полтора года. Поэтому я надеюсь, что это такой обзор заинтересует вас и вы их посмотрите и решите, нужно ли вам читать эту книгу или не нужно, вот, но для тех, кто занимается Советским Союзом, это, я думаю, книжка маст-рит просто, да, то есть, я думаю, Юрчака нельзя уже игнорировать, он есть, да, возможно, можно с чем-то не согласиться, вот, но его вот этот подход о том, который касается отказа бинарности, да, он мне нравится, я не знаю, всегда ли, ну, удастся ли мне тоже как-то его использовать в своих исследованиях, которые касаются Советского Союза, но он мне нравится своей оригинальностью, вот, и в контексте его книги на самом деле этот подход оказался продуктивным. Поэтому я на этом закончу, а вы можете написать, возможно, кто-то из вас уже читал Юрчака, поэтому можете написать комментарии, понравилась вам книга или не понравилась, если не понравилась, мне будет интересно узнать, чем она вам не понравилась, вот, а также, возможно, вы захотите поделиться какими-то другими книгами, которые посвящены Советскому Союзу, мне было бы тоже очень интересно узнать, что еще интересного сейчас последние уже, не знаю, 15 лет выходила, посвященная Советскому Союзу. Все, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok,